Продолжение следует... Во-первых, по результатам предыдущей недели я выражила видео с одного из практических занятий, но поскольку у вас вся эта программа в целом совпадает, то вроде бы это не должно создать каких-то проблем. Значит, если вдруг выяснится, что вам принципиально важно иметь видеоконстрит именно той пары, которая была у вас, вы мне об этом можете сказать и написать, ну тогда я буду вкладывать все четыре, но они в общем будут отличаться исключительно по модру инообразным вариациям от вас, но и каких-то там укреплений от меня. Значит, качество записи, честно говоря, не очень. Во-первых, там с одной стороны была засветка, но это нам поречен. Во-вторых, к сожалению, как выяснилось, я периодически продолжаю говорить, повернувшись носом к доске, меня сразу становится слышно радикально хуже. Ну, соответственно, если вдруг я увлекусь и начну говорить носом к доске, вы мне, пожалуйста, напомните, что я должна повернуться к мегаполу, чтобы стало громче. Ну, так я не то чтобы это видео просматривала целиком, просматривала мусками, в целом, вроде бы, в качестве конспекта оно должно подойти. Значит, я планировала до конца предыдущей недели в августах первых ДЗР, это я, конечно, оптимист, как оказалась. Вот, потому что, во-первых, пока еще никто не знает, сколько вас. Вот, я думаю, что я просто тогда буду ориентироваться на тот список, который сейчас доступен в личном кабинете. Возможно, в нем кого-то не хватает, ну, например, если тут у вас постановится. Значит, соответственно, ну, я пришлю, значит, на тот список, который есть. Если кому-то вариантов не хватит, тоже мне напишите, и я, значит, добавлю недостающим. Пока что я планирую сделать это завтра. Я очень надеюсь, что все будет именно так, как я планирую. Значит, ну, и, собственно, плавно переходя от организационных вопросов к содержательным, мы с вами сегодня закончим разговаривать про динарные отношения, ну, и уже с полным размахом перейдем к основной тематике, которая посвящена в этот семестр, к графу. На самом деле, немножко мы уже начали движение в ту сторону, собственно, задания динарного отношения и графа мы обсудили. Ну вот, это и поперей сегодня продолжится. Хорошо, появились ли у вас ко мне какие-нибудь вопросы с прошлой нашей встречи? Встреча состояла в основном из определений. У нас, собственно, было определение бинарного отношения, списочек из шести, которые были интересны для нас свойства. Мы определили несколько типов бинарных отношений, которые будут нам интересны. Ну, и привели вагончик примеров. Вот, заодно свежили память о том, что такое аппликация, как она работает. Это оказалось довольно существенным для антисимметричного отношения. Ну, вы периодически с чем-то с этим разобрались. Вот это примерно то, что было в прошлый раз. Час вопросов не появилось? Можно. Есть запросы? У вас есть. Хорошо. Давайте я чуть-чуть уточню ваш запрос. Скажите, пожалуйста, вы хотите разобрать какой-то пример именно из домашки или просто для какого-нибудь бинарного отношения проделать все те операции, для какого-нибудь бинарного отношения? Хорошо, тогда у нас предложение. Давайте я сейчас напишу нам, вам, с вами, бинарные отношения, и мы проделываем с ним все те жуткие вещи, которые мы просто раз обсуждали, но после чего поговорим о том, какие еще жуткие вещи можно проделать бинарное отношение, тем более, что сегодня я не забыла себе бинарные. Бинарные отношения и множество будут такие. Вот такое множество, дискретное конечное. Это автоматически означает, что для него может быть осмысленным задание при помощи брата. Нам помню, что если множество бесконечное, ну а тем более, если оно не дискретное, то графу будут большие сложности. А бинарное отношение будет такое. Бинарное отношение F на паре элементов множества M будет обращаться в единичку, тогда это же тогда, когда существует элемент альфа из M, который отвечает такому двойному неравенству. Бинарное отношение, которое мы сейчас будем обсуждать, устроено вот таким образом. Значение функции F на паре M1 и M2 в упорядочении паре M1 и M2 равном динничке. Если существует элемент альфа из множества M, G, такое как то, что он лежит между первым и вторым аргументом. Значит, ну, то, что это бинарное отношение, видимо, очевидно. Давайте определим, является ли оно рефлексивным или, может быть, арефлексивным, симметричным. Может быть, асимметричным, а может быть, асимметричным. Ну, и трензитивным. Собственно, эти шесть свойств, ну, а вернее, выполнение какой-то части из них будет для нас потом назначать возможность определить его как отношение частичного порядка, а может быть, строгого, а может быть, даже линейного, а может быть, отношение с моря, а может быть, никаким не окажется. Да, насчет доски. Да, мы не видим другого человека на доске. Да, у девочки. Если вам прилипают цветные марки... На всякий случай, у меня сейчас камера настроена так, что вот эти три доски в кадры попадают, но все три нет. Да, поэтому давайте немножко... Я думаю, что да. Пока что узнаем, какие будут эти определения. Удобно были и обязательно. Но правда через несколько лет. Рекомсивность. Я считаю, что их... У нас... Должна обращаться в единицу. Да, вот у вас литер, типа, что-то бывает, а мы не стреляем. Да. Она у меня такая... Ну, хорошо. Ну, если вы уже предупредили, что это... Ну, это неверно будет. Потому что если мы возьмем... Ну, например, 42 и 42... Ну, у нас... У нас не найдется... Значит, нам придется проверять какое утверждение. Вот такое утверждение. Давайте... Это общее утверждение, я имею в виду в конкретном случае. Нам придется проверять существование элемента альфа. Какого? Который лежит в этих пределах. Который зажат строго между А и А. Ну, очевидным образом, такого элемента нет. Это вопрос не совсем ко мне. Коллеги, нужно записать до рассуждения, которое я сейчас говорила? Или, в общем, всем все понятно? Все понятно. Тогда можно просто писать неверно. Значит, кстати, скажите мне, пожалуйста, там и было гнездо, да? Из рефлексивного, а рефлексивного и общего вида с этой точки зрения. Что можно сказать в крае-то отношения? Ну, оно точно а рефлексивное. Оно а рефлексивное. Понятно, что какой бы элемент из М не взяли в качестве А, такого элемента альфа, который, значит, строго между А и А, не может быть. Так что, да, в этом семействе ответ в бинарное отношение, да, оказывается, а рефлексивным. Можете написать, что для любого А есть, да? Да. Что это написано? А рефлексивное. Прежде чем вы пойдете проверять дальше. Давайте вспомним, вот у нас там будет списочек из отношений и превалентности, строго порядка, частичного порядка и линейного порядка. То, что перед нами а рефлексивное отношение. Сразу же позволяет сильно судить круг возможных вариантов. Нет. Вот из этого списка какое-нибудь отношение обладало к свойствам А и флексивности? Хорошо. Давайте так. А не плодали ли какой-нибудь их свойствам, из которого следовало? Вот. А рефлексивность. Да, в определении его, конечно, не было, но не было ровно тому, что оно следовало из одного из свойств. Нет, к сожалению, ошибаетесь. Ничего страшного. Строгий порядок. А рефлексивность был асимметричным. А из асимметричности а рефлексивность следует. Да. Собственно, потому что а асимметричность требует, чтобы все ребра были направленными, а это автоматически означает отсутствие петель. Все остальные свойства, которые мы обсуждали, и частичный порядок, и линейный порядок, и отношения и превалентности обладали свойством рефлексивности, который не выполняется. Поэтому вот наше минарное отношение, которое мы рассматриваем сейчас, если и относится к какому-то типу из уже расследований, то может быть только строгий порядок. Может и не быть. Об этом и здорово принято. Да, Манюша. Давай, Иса. Так, ну, по списку мы уже по строгому порядку не смогли. Зачем по списку? Мы же хотели упражняться в том, что я просила. Асимметричность. Так, так, так. Все-таки ваш асимметричный похож на знак «любой». Я могу вас попросить немножко буквально медицировать? Я могу понять форму записи, потому что, честное слово, я уже открыла рот сказать, что вы не совсем правы, а потом поняла, что это просто буква «Р». «Р». Так, да. Ну, лично мне так понятно и читаем правильно хорошо. Коллеги, намально читается такая буква? Да, буквально. Отлично, давайте так. Замечание важное по поводу того, что эквивалентность вас попросили заменить на импликацию. Упражнение для желающих. А докажите, пожалуйста, что вот конкретно здесь импликацию можно было заменить в относительности. Обычно нет? А здесь да. Ага. Так, окей. Это упражнение. Вернемся. Вернемся. Ну, пойдем и буквально. Это не будет выполняться, если мы не сможем подобрать. Так, так, так. Сейчас будем пытаться делать вот что. Будем пытаться как можно внятнее объяснить интуитивные ощущения в этой области. Значит, вы хотите это утверждение либо доказывать, либо опровергать. Судя по тому, что нет, не выполняется, наверное, опровергать. Значит, чего здесь вот в этой записи не хватает? Вот в этой записи не хватает. Да, что это должно быть верно для произвольной пары. Если единичка на одном порядке, то единичка и на другом порядке. Как такое утверждение можно опровергать? Существует пара М1 и М2, да? Такая, что в одном порядке утверждение истина, а в другом порядке тоже. Собственно, это довольно любимая студентами обычная история про то, что давайте приведем к кому-то пример. Давайте попробуем. Хороший вариант опровержения утверждений привести к неугодованию. И так далее. Тогда перейду. Размерим М1 и М2, 42 и 44. А, нет, нет. А почему? У любой. Ну да, у меня 17 и 26. 42 и 44. Там не получится подобрать? Да, потому что 42 и 44 в каком порядке не подставь, посмотрите какое у меня множество. Если бы в этом списке было, например, 40 тысяч рублей, тогда шансы бы были. Но в этом списке его нет. Вспоминаем в прошлый раз, когда мы говорили о том, что нам принципиально важно не только как устроено бинарное отношение абстрактно-философски, но и на каком множестве оно зарано. Вот отличный пример. Между 17 и 26 есть элемент 20, лежащее множество m, соответственно, f на паре 17 и 26 принимает значение единичка. А если аргументы переставить местами, но поскольку первый больше, второй, то это автоматически неверно. Итак, симметричность отпадает. Отпадает. Так, антисимметричность. Как вам лучше скажите? Ну да, опять. Да, собственно, асимметричность оказывается частым случаем антисимметричности для нуля петель. Да? Антисимметричность сейчас допускает положительное количество петельности, например. Это нужно пускать. В смысле, этого нужно на какое-то бинарное отношение? Да, что-то правильно, чтобы было так реальное. Это можно сделать просто на петалке. Если мы оставим бинарное отношение таким же, то сделать его допускающую петлю мы не сможем. У нас свойства так устроены. Я не смогу приглянуться, неважно, в это, которое удовлетворяло бы вот такого неравенства. Просто нет. То есть, пока бинарное отношение с ней разным образом нет, вот хорошее предложение поступило. Если я заменю строгие неравенства нестрогими, ну, тогда отношение станет эффективным. Что-то рефлексивное. Ну, с точки зрения вот этого, оно станет рефлексивным. У нас появятся петли на всех вершинах. Потому что, естественно, для произвольного АА вот такое неравенство будет верно. Это отрицание не существовало. Собственно, для вот этого двойного неравенства, для снегового двойного неравенства подходящего в это просто нет. Ну, иногда вместо черты сверху, которая отрицание и инверсия, можно написать вот так, если хотите. Мне этот способ нравится меньше, потому что эти полосочки все время путаются с чем-нибудь, особенно с предыдущими кутерными слоями. Смысл, в общем, такой. Или просто было не прочитать? Не прочитать. Выклик, наверное, не тексту, как я подрежу. Так, лучше. Прекрасно. Так, а между тем там что-то происходит. Появилось условие асимметричность. Происходит проверка асимметричности. По этому же примеру оно будет верно. Вот что значит по примеру? Я вас урезаю. Вы же понимаете, что если вы хотите доказывать асимметричность, то вам нужно доказать, что для произвольной пары М1 и М2, если в одном порядке истина, то в другом порядке ложек. Пример может быть подсказкой того, как ему будет ответить. Но доказательства, например, бывает только в ситуации утверждений типа... Либо приведите. Это можно буквально. По крайней мере. Символами давайте. Символами. И мы никогда не сможем подобрать такое число альфа, чтобы оно было... Ну, если вы переводим относительно вот этого утверждения, то мы должны получить, что М2 меньше какого-то альфа и меньше М1. Отсюда следует, что М2 меньше М1. А это противоречие. Да, пожалуй, одновременно такие два строгие неравенства выполняться не могут. Хорошо. Итак, какой вывод с точки зрения этого семейства свойств? Симметричный, антисимметричный, асимметричный? Или может быть общего вида с точки зрения этих четырех соображений? Разве неверно у вас? Это верно. Имело в виду, что неверно следующее утверждение. Эти два выполняются одновременно. Ну, Олег, я... Сейчас коллега вспомнился, верно. Вы можете написать следовательно. Что-нибудь внутреннего. А что для друга? Ну, осимметричность. Асимметричность. Асимметричность. Значит, соответствующее длинарное отношение оказывается асимметричным Сколько эс? Сколько эм? Одна эс, две эм. Одна эс, две эм. Эй, пожалуйста. А тут кто-то уже сказал две эс. Я правильно не слышала. Нет, но осимметричность, но осимметричность. А, осимметричность. Транзитивность. Итак, последнее интересующее нас свойство, это свойство транзитивности, которое что-то там означает для троек. Ну, тоже может быть. Не надо. Спасибо. Значит, существует такое альфа-1 в нашем множестве m, что это неравенство фруктуру? Первое. И b альфа-2, c. Существует такое альфа-2, которое больше b, меньше c. Ну, значит, мы можем спокойно сказать, что альфа-2 будет... Так, секундочку, вы говорите одно, а пишите другое. Альфа-2 будет больше а. И меньше c. Он все из-за разного. Зачем тебе разного? Нет, зачем разный альфа, как раз понятно. Это не может быть одной и той же альфа. В принципе, они оба сюда подходят. В принципе, они оба сюда подходят. Просто тот факт, что мы, получается, механически получили, что у нас всегда находится такое альфа, которое... Вот здесь важно то, что если есть такие альфа-1 и альфа-2, то, в принципе, сюда можно даже вы поставить. Правда? Да. Для того, чтобы вот это утверждение было истинным, нам нужно существование в n элементах, который удовлетворяет двойного реальность. Из-за этого следует, что альфа-2, а из-за этого, чтобы меньше c. Да, транситивно. Итак, получилось, что у нас альфа-2, а синдричное и транситивное отношение. Это значит кто? Стройный порядок. Стройный порядок. Ура! Так, а теперь я вас попрошу сделать следующее. Смотрите, пожалуйста. А нарисуйте, пожалуйста, графчик. Граф бинарного отношения. В данном случае это, так сказать, дополнительная просьба. Я в условия такое не добавляла, но вот. Ладно, я сплю. Пожалуйста. Значит, мы знаем, что это будет отношение строгого порядка. Так что это означает ремень ра? А? А, петли ра будет нежно. Все рёбра ориентированы. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Си будет ко всем. Коллеги, утверждение было сформулировано так. Из вершины си будут идти рёбра во все вершины. Вы согласны? Нет. А про и 17? Ну, в или вот. Это как раз мы можем решить сами. В том смысле, что мы с вами можем сказать, что если это m1, m2 равно единичке, то ребро идёт из m1, m2. Вообще-то можно договориться и наоборот. Это как раз не очень важно, важно договориться как-нибудь. Определитесь, пожалуйста. У вас будут рёбра вести куда? Из m1, m2. Из m1, m2. Из m1, m2. Это означает, что у вас должно существовать а в m, такое, что m1 меньше а в m2. Это значит, что ваше меньшее число будет начало в ряда. Да? Замечательно. Все кроме 17? Все кроме следующего привлечения. Естественно. Поскольку у нас с вами отрезок чего-то натурального ряда, да, в качестве множества, это естественно означает, что мы можем упорядочить, в данном случае, видимо, по возрастанию. И делать это у китровых. Да. Так что у нас идёт 17 и 17 и так же и так угодно, кроме 20. Потому что он следующий – 77. Из тех же самых соображений. Когда? Между числом и следующим за ним в нашем списке, естественно, ничего нет. А дальше, как между ним и любым другим элементом хвоста, как раз есть второй пыль. Да, граф получился с довольно большим количеством ребер. Стоп. Двадцать шесть. Тридцать один. Тридцать один килограмм. Материал. Тридцать один. Апсервис часть травы получает. Именно откажите простыкарную просто с agf… Уходяйтесь. Галерийne. Ничто не помешает вам. Пустите трибуру тугой, чтобы она уже пересекалась. Но сейчас речь не об этом. Так, давайте я посмотрю, а то я в какой-то момент отвлеклась и перестала. Так, из 20 во все, кроме 26, из 26, ну, во все больше, да, естественно. Кроме 31 их уже немного. Из 31 только в 44 и вершины 42 и 44, в которые только приходят. Ну, в общем, да. Ну, у меня, пожалуй, вопросов нет. А люди есть вопросы у вас. Ну, честно говоря, спасибо большое. Слушайте, может вас положить? У нас максимальчика свободная. Коллеги вам в следующий раз переселочек принесут, вы комбинационный тело-казак и прям в любую смартфонку высказать. Окей. Хорошо. А, собственно, те операции, которые мы обсудили в прошлый раз, ну, честно говоря, назвать их сложными, наверное, из-за не привернется у меня, по крайней мере, точек. В общем, это было такое вполне себе ханное упражнение. Значит, давайте сделаем то, что. Во-первых, я сейчас предложу вам еще один способ задания бинарного отношения. Во-вторых, мы с вами посмотрим на три, наверное, полезные, удобные вещи, которые с одной стороны можно делать с бинарными отношениями, а с другой стороны, которые мы будем довольно плотно эксплуатировать, когда перейдем уже к грамму. А, еще одна вещь. Посмотрите, пожалуйста, в своей записи за прошлую нашу встречу и скажите мне, пожалуйста, там, где мы определяли отношения и безмаленности. Я поговорила о том, как это будет отображаться на графике бинарного отношения. И Люкор говорит. Хорошо, хорошо. Тогда, значит, эту информацию вы посчитаете здесь. Итак, еще один способ задания бинарного отношения, который мы с вами сейчас обсудим, это задание бинарного отношения матриц. На самом деле, такая матрица может быть определена для любого графа, не только для графа бинарного отношения, и называться она будет матрицей смежности. Может быть, знакомое выражение? Нет, не знакомое. Ну, нас сейчас познакомьтесь. Итак, значит, сейчас дадим определение бинарного отношения, а потом, соответственно, посмотрим на вашу эксперименту бинарного графа. Пусть у меня есть не пустое множество m, и пусть у меня есть бинарное отношение. Давайте я все-таки сделаю поговорку о том, что множество m я хочу рассматривать в дискретное и в конечное. Ну, причина этого будут те же самые, что и причина требований дискретности и конечности множества для задания графа. Поскольку у нас с вами набор элементов, это для графа набор вершин, ну, а на матрице, нумерация строк и столбцов имеет бесконечную матрицу, ну, можно, но вы с такими объектами пока не сталкивались, ну, а говорить о матрице, у которой непрерывное множество номеров строк, это совсем тяжело. Итак, дискретное и конечное. Значит, соответственно, мы с вами будем рассматривать матрицу квадратное порядка мощности множества m, строки и столбцы. Ну, давайте я сейчас скажу, что мы будем их нумеровать элементами множества m, хотя на самом деле понятно, что я эти элементы могу просто занумеровать, сказать, что у меня множество m состоит из элементов m1 и так далее mk. И тогда ничто мне не мешает иметь номера строк и столбцов в матрице не m1 и так далее mk, а просто 1 и так далее mk. Ну, почему мы и не. И эта матрица будет заполнена нулями и единицами по следующему принципу. Значит, давайте я напишу, что это матрица. k на k с элементами из b с нулями и единицами. Заполнена она будет по следующему принципу. a и b жидая будет такой единичкой, тогда и только тогда, когда значение нашего бинарного отношения f на паре m и t, он жидая будет равно единичкой. Ну, соответственно, иначе мы. Понятное дело, что на самом деле эта матрица это просто таблица значимых моего бинарного отношения на соответствующем отрезке, на соответствующем подминожестве, прошу прощения Декартова, квадрата. Вот такая матрица. Называется она матрицей смежности для графа. Собственно, давайте посмотрим, как по этой матрице можно что-нибудь сказать про бинарное отношение. Если бинарное отношение рефлексивно, что это может означать с точки зрения матрицы? Вся главная диагональ будет единичка. Вся главная диагональ будет единичка. А рефлексивность? Главная диагональ нулевая. Общего вида с точки зрения этого свойства на главной диагонали встречаются единицы и нулевые. Замечательно. Что будет означать симпатичность? Конечно. Матрица будет симметрична, причем самым, что у него есть в привычном вологде, в районе, в смысле, да, совпадать со своим принципами. Антисимметричность? У вас было немножко похожее свойство, когда элементы А, ИТ, ЖИТОЕ, и ЖИТОЕ, ИТОЕ отличались только знаками. Такие матрицы назывались кососимметрическими или антисимметричными. Соответственно, обычно, если перед нами анти- или асимметричные отношения, то уже говорят, что вы матрица кососимметричны. Вот здесь кососимметрия понимается как раз вот в том смысле, что если на месте И, ЖИ, стоит единичка, то на месте ЖИ встает ноль. Обратите внимание, ни антисимметричность, ни асимметричность не запрещают вот такую ситуацию. Единичка ноль соответствует, а пара на ней – это один. Соответственно, вообще-то называть эту матрицу кососимметричной не совсем корректно, а пара на самом деле. Значит, антисимметричность, помимо вот этого забавного свойства, единичка с одной стороны, ноль с другой, допускает нули на главной диагонали, асимметричность запрещает нули на главной диагонали, но и осталась транзитивность. Транзитивность – это довольно забавная в смысле вещь, потому что она очень естественным образом интерпретируется на графах и довольно противоестественным образом интерпретируется на матрице. Ну, если, конечно, мы не слышим слово «транзекция». Но, скорее всего, мы слышим. Итак, что будет означать транзитивность в терминах матриц? Значит, определение, по-моему, там еще состоялось, это, по-моему, на правильной правой паспице. Это определение транзитивности, а с точки зрения матрицы. Попробуйте описать, как она в эту сторону галочка. Ну, давайте, я, скажем, единичку здесь поставлю. Да, прямоватая картинка, ну, ладно. Значит, это будет m1, m, скажем, к-1, и еще у меня будет единичка m, к-1, ну, и, скажем, m2. Где должна появиться третья единичка? Значит, первая единичка соответствует паре m1, m-1, вторая m-1, m2. Значит, должна быть единичка в позиции m1, m2. Это фактически означает, что те две единички, из которых мы нашу собираем, это пара лекции. На строку и столбец, ну, строку а и столбец с, да, соответственно. Обратите, пожалуйста, внимание на эту особенность. С проекциями такого плана мы будем иметь дело, причем будем иметь дело несколько раз. Первый раз сегодня, когда будем говорить о построении транзитивного взмыкания множества, ну, второй раз несколько позже, когда будем обсуждать кратчайшие пути в графах. Может быть, кто-то из вас слышал слово сочетание алгоритма Форда и алгоритма Форда Форда это одно и то же фактически. Нет? Слышали? Ну, скоро скоро мы не будем сочетать, мы будем говорить. Ладно. Короче говоря, матрица. Матрица смежности, матрица бинарного отношения устроена вот таким вот образом. Ну, как правило, с тем, чтобы построить к бинарному отношению матрицу, возникает проблема не больше, чем с тем, чтобы построить плане графа. То есть, проблем вообще не возникает. Соответственно, вопрос. Будем строить матрицу вот для этого бинарного отношения или очень все понятно? И можно на этом особо не останавливаться. Может построить. Может построить. Хорошо? Побоймемся. Давайте. Я коллеги нахлы бы случить. Естественно, я зашу бы разобрать пример, если это нужно. Но просто, если вдруг это не нужно, то можно. В принципе, можно. Я думаю, что можно убрать левую часть. Собственно, определение. Ну, ладно. Определение выстерли, но если же она напомнит. Ну, а все остальное были там какие-то пробежуточные записи для того, чтобы проверять свойства. хорошее ощущение, да, заключается в том, что ничто не мешает нам переупорядочить элементы множества. Совершенно не обязательно их лабировать так же, как было в исходной записи. Ну, и учитывая, какое у нас бинарное отношение, упорядочить либо возрастание, либо углубление, это, пожалуй, удобно. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. 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 А, эффективность мы проверяли, очень хорошо. Спасибо. 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 Не забудьте, да, что можно пользоваться асимметричностью, то есть, в принципе, вы можете запомнить сначала то, что находится, скажем, на одной диагонали, а потом в лавый порядок подходящий, да, если бы какие-то единички-то болтались у нас внизу, то это было бы не так. И вот такая получилась матрица бинарного отношения, которую я уже говорил. Большое спасибо. И она же матрица схеменности для того, ориентируя на граф, который бинарный отношение саду. Я бы еще раз привлечу ваше внимание к тому, что бинарное отношение это отдельный инструмент, а задание графа, ну, например, матрица схеменности, тоже отдельное. Когда мы перейдем уже к плотному графу, у нас будет как минимум два способа задания матрицы и по принимуму один способ задания из списка. Естественным образом, каждый из них будет удобно для решения какие-нибудь стандартные задачи. Хорошо. Хорошо. По поводу матрицы. Есть ли какие-нибудь вопросы? Вроде нет. Хорошо. Тогда давайте попробуем двинуться дальше. Значит, собственно, мне про чисто бинарное отношение осталось с вами обсудить довольно немного вопросов. Во-первых, обсудить с вами понятие экологической статиокии, с которым мы начнем. Во-вторых, сказать пару слов по поводу прензитивного задания, определить, что это такое, ну и прокомментировать, зачем расстроить и все такое прочее. Ну, и, 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 да, я немножко дополнительного времени зарезервировала на случай, если какие-то вещи, которые, скажем так, которые, я надеюсь, вам все-таки знакомы, окажутся незнакомы, что мы могли их обсудить. Итак, давайте начнем с понятия экологической статиокии. давайте я постараюсь пока вот это сохранить, хотя я не знаю, что получится. Значит, с экологической статировкой, с экологической статировкой ситуация следующая. может быть, опять-таки, кто-то слышал и ее пользовался или не попадалось. Ну, не вспоминается. Хорошо. Значит, с экологической статировкой ситуация такая. Что это вообще за зверь? Можно формулировать двумя способами, как и в терминах бинарных отношений и в терминах гадных. Давайте сделаем дурки. С точки зрения бинарных отношений экологическая ассоциировка это, ну, давайте я скажу, процедура, хотя, возможно, стоит сказать, менее официальная, процедура, строящая по отношению частичного порядка, согласованная с ним, или менее порядка. Давайте я частичный порядок буду сокращать двумя буквами по отношению f частичного порядка на множестве m, согласованная с ним, отношения f с чертой линейного порядка тоже на множестве. Значит, был частичный порядок на множестве, что-то сделали, и появился линейный порядок, согласованный с нашим частичным. Давайте для начала поймем, в каком смысле можно согласовать частичный линейный порядок. Чтобы это понять, нужно вспомнить, от чем они, в принципе, отличаются. Подберегите, пожалуйста. Частичный порядок. Это у нас с вами рефлективное, антисимметричное, прозитивное отношение. Значит, здесь сразу, где мы стоим делать оговорку, что говорить о Петре мы сейчас не будем. Даже иногда заменяют обозначение петлями окрашиваем на вершин. Для построения согласованного линейного порядка это не важно. Не важно, вот по какой причине. То, что было рефлексивное, вернее, те вершины, при которых были петли, петли останутся, те вершины, в которых не было петель, петли не порядок. Соответственно, в этом смысле частичный линейный порядок непросто. А что такое линейный порядок? Это был, значит, частичный порядок с дополнительным таким потреблением. линейный порядок с дополнительным линейным порядком отношением на АВР. Но эти нести и на обратно. Формально это право. В смысле, это ровно то определение, которое я написала. А если чуть менее формально? То есть, допускает субъекты? Хотя бы в одном порядке элементы. Ну, давайте я скажу, можно сравнить. Да? Частичный порядок допускает такую ситуацию. И Ф от АВ равную. И Ф от Б равную. То есть, в каком порядке аргументы не возьми, они не сравнимы, ну, если угодно единичка не появится. Линейный порядок требует, чтобы хотя бы в одном порядке единичка была. Соответственно, что означает, что я хочу построить линейный порядок, согласованный с тем частичным, который был раньше? Это значит, что те изнички, которые были, должны остаться. Ну, а в тех случаях, когда мы сталкиваемся с ситуацией двух нулей, мы должны приписать какой-то из последовательностей единицу. Вот ровно в этом смысле мы будем говорить о линейном порядке, согласованном с ранее построенной частичкой. Это понятно? Теперь давайте то же самое определим в терминах графа. Может быть, это будет наглядь. С точки зрения графа логическая сортировка получает на вход ориентированный ациклический граф. Давайте сразу уточним, что это значит. То, что за ориентированный, означает, что все его ребра ориентированы. Помните, что принципиально у нас ребра могут быть ориентированные и не ориентированные. Не ориентированные это то же самое, что двусторонне ориентированные. И я пугала вас там несколькими разными терминами. Направленные и ориентированные это одно и то же. Двунаправленные и не направленные и не ориентированные тоже одно и то же. Соответственно, так, мы у нас начинаем работать. Хорошо, давайте я задам вопрос какой-нибудь. Вы сидите, правильно? Вы слушаете? У меня не получилось. заключит дверь так, чтобы не заключит. Заключит хорошо, я вам объясню. Коллеги, значит, это моя задача сделать в том, что моя мама химик, очень серьезный химик, и уважение к безопасности у меня просто втроит. Запирать изнутри двери, с которой можно придется быстро выбегать, это точно плохая у нас. Четвертый экран, да, надо деться, все. Сошла к ним Жене, она не будет. Я еще не настолько кроможанную, но ты это знаешь, может поменится. Короче, давайте сделаем так, если кто-то в состоянии прикрыть дверь так, чтобы она не открывалась, это будет хорошо. Если кто-то в состоянии прикрыть дверь так, то будет хорошо. Крутая пляж есть. Маски. Можно из-под стул. Что? С-под стул. С-под стул. Теперь это с другой стороны. Нет. Или вот, сочинется по двери. На самом деле это все здорово, но время идет, поэтому либо кто-нибудь что-нибудь сделает, или я, хоть она просто, это же стопа, но холодно. Так, значит, ориентированный ациклический граф. Ориентированный означает, что все ребра ориентированы. Ациклический означает, что в графе нет циклов. Что такое цикл графа? Цикл графа это непрерывная последовательность ребра, у которой начало и конец находятся в одной дружине. Ну, или, если хотите, путь, у которого начало и конец совпадают. Что так сформулировать, что так сформулировать, разницы особо не будет, главное, что сейчас будет более понятно. Итак, ациклический граф это граф без цифры. Топологическая сортировка позволяет работать только с ориентированными ациклическими графами. И, собственно, топологическая сортировка это процедура. Спасибо. Может быть, выключили, пожалуйста. Это процедура, которая задает на вершинах графа нумерацию. Такую штуку. А вот дальше есть вариации. Либо любое ребро ведет из вершины с меньшим номером в вершину с большим номером либо наоборот. Сейчас я продиктую. Значит, топологическая сортировка задает на ориентированном ациклическом ациклическом графе нумерацию такую штоку. Либо любое ребро ведет из вершины с меньшим номером в вершину с большим номером или наоборот. То есть, грубо говоря, все стрелочки ведут либо из большего номера в меньший, либо все стрелочки ведут из меньшего номера в больший. Вот такой из двух вариантов в большую или в меньшую сторону зависит от того, как вы будете читать. Соответственно, мы сейчас просто посмотрим, как будет меняться соответствующий алгоритм, если нам потребуется сменить номерацию. Это, собственно, несложно. Это, собственно, несложно. Прежде чем мы займемся описанием процедуры топологической сортировки, хочется отметить две вещи. Вещь первая. Во-первых, если вы посмотрите на описание термином графа, будет видно, что предложенная процедура отработает не только гнография отношений частичного порядка, но и гнография отношений строгого порядка. Собственно, разница ровно в том, что частичный порядок допускают петли, которые здесь непринципиально, строгий порядок запрещают. Поэтому на самом деле вот это утверждение можно было расширить и написать, что для частичного или строгого порядка. Ну, а второе соображение собственно заключается в том, что действительно с вот поправкой на частичный или строгий порядок вот это одно и то же утверждение, только сканулированное на разных языках. В одном случае на языке мидарного отношения, а в другом случае на языке грамм. Хорошо? Понятно ли постановка задачи? Ничего делаем хорошо. Давайте тогда посмотрим, как можно делать топологическую сортировку. На всякий случай вариантов топологической сортировки много. Как на уровне алгоритмов, так и на уровне реализации. Я думаю, что мы обсудим один или два как пойдет по времени один или два способа. Если захотите почитать о чем-нибудь еще, значит, прежде чем рассказывать очередной вопрос из серии «Подалось ли вам это слово?» Я очень надеюсь, что подалось, но если вдруг нет, то пойдется. Можно сказать, я в прошлом сибирском глуминала, тоже, конечно, не помню. Словосочетание обход или поиск в глубину, ну и, соответственно, обход или поиск в ширину для графа. Я упоминала. Что-нибудь помните? Давайте заново. Давайте заново. Хорошо. Значит, сейчас тогда буквально в двух словах о том, что это такое. При том, что, ну, на мой вкус, в рамках обучения я уже не занята майстами и программированием, вам должны были об этом говорить. Но забыли, так забыли. Ладно. Значит, итак, имеется граф. Я хочу задать на его вершинах нумерацию. Я хочу задать на его вершинах нумерацию. Значит, давайте сначала обсудим задание при помощи обхода или поиска ввернутых. На. Там, где длинная цепочка. Может, расставься? Не могу. Ничего страшного? Сначала вверх, и вверх. Если ошибетесь, мы вас поправим. Не страшно, вам вверх. А вот если вспомните сами. Первый в глубину. Так, держите, если нужно светлее. не управление. Ну, да, вы расскажите, как задумаровать силу. Что делать? Во-первых, есть решила, с которой мы начинаем. Ну, в данном случае графа циклический, поэтому давайте мы скажем, что решила называется поню. Ну, в общем, решила, с которой мы начинаем. Выберите решила, с которой мы начинаем. Ну, вот я так довольно, да, четливо выделила ту, с которой планировала начать я. Но, если вы хотите, вы можете выбрать другую. Какую? с нее начинается. Что дальше происходит? Спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Можно я вас попрошу вершины, с которыми мы уже начали работу, как-нибудь отвечать? Точечкой, галочкой, там уже цветом. Да, у нас есть графия вершины, с которой мы еще ничего не сделали. Вершины, с которыми мы начали работать и вершины, с которыми мы уже закончили и больше денег выжать. Вот. Здрасте. начали, пошли. Тут сокучка. Здесь этот работник синий. Угу. Потом мы спускаемся сюда. Вдольный. Возвращаем и продолжаем вот здесь. опять спускаемся вниз. Вдольный. Здесь забираем. Следующий опускаемся вниз. И продолжаем. Так, и какая в итоге получается эмбирация? Да. Да. это один из вариантов поиска в глубину. Собственно, почему один из вариантов в этом месте иногда начинает премировать сверху. То, что мы сделали тоже вариант поиска в глубину. Собственно, ровно здесь пролегает граница между тем капустом. Будут виси наши лёгки. нумерация здесь, потом здесь. Ну, типа как-то лист, который содержит у себя потомков. Он как бы средний то ли меня правильно сформулировали, то ли всё-таки не совсем правильно. Правда вы говорите «Черезайся, давай сейчас сначала закончим с поиском в глубину, хорошо? А потом вернёмся в поиск в широчек. Поиск в глубину строится совершенно просто. Мы, начиная с корня, спускаемся вниз по цепочке, пока это возможно. Как только такая возможность заканчивается, мы с вами начинаем нюнеровать. Соответственно, другой вариант отличается ровно тем, что мы начинаем нюнеровать сразу. Я могла бы сказать, что вот моя начальная вершина. Вот я пошла по первой цепочке, пока цепочка не кончилась. Дальше я вернулась на предыдущий шаг, в данном случае он один. Снова пошла падать по цепочке, пока цепочка не закончилась. Вернулась на шаг назад и есть куда падать. Вернулась обратно, пришлось подняться поиск в глубину ровно потому, что то, что вы назвали падением ягл или то, что я назвала поиском по цепочке. Вот это обход или поиск в глубину. Результат этого обхода это вот некоторая нумерация вершин или некоторый порядок на вершинах. теперь по поводу поиска в ширину. Давай я тебя просто написал. Вот так. Понятное дело, что это тоже обход или поиск. Попробуйте, пожалуйста, еще раз описать. Можно с места, наверное, чтобы вам соседей не поднимать. Значит, в глубину мы все время шли по цепочке, пока была возможность. Вот есть начальная вершина. Вот есть начальная вершина. Дальше куда? Ну, вверх. Хорошо. Потом здесь и мы сначала назвали лист, который, ну, вверх сейчас. Сначала лист вот это? Да, либо, а потом вверх. Все-таки нет. Значит, обход в ширину это вот что такое. Вот у нас есть вершина. И есть все вершины, которые соединены ребрами с нашей. Эти вершины называются соседями или смежными с единичками. Соответственно, когда вы обходите в ширину, вы сначала посещаете всех соседей начальной вершины. То есть, на одном уровне. Да, да, именно так. После того, как все соседи пронумерованы, вы переходите к следующей вершине с минимальным номером и повторяете процедуру. Ну, у вершины с номером два соседей нет. Это висячая вершина, она же лист, она же вершина степени один, то есть, вершина, из которой копчит одно ребро. У вершины с номером три есть соседи, целые две штуки. У вершины с номером четыре один сосед, у вершины с номером пять соседей нет, не нумерованных, нумерованных есть номер. Снимем все. Вот последнее решение. Итак, поезд в ширину это просто последовательный обход всех, до кого лихо будет тянуться. Обход в глубину это просто падение в глубину, пока это возможно. Да, кажется, мы где-то между теорической комбинаторией упоминаешься такая штука есть? Ну, по крайней мере, некоторые кое-что вспомнили, это уже положительно. Коллеги, на последнем парте, поделитесь, что вас так порадовало? Мы освояли. А что здесь? Две будут? А? Свои будут там. Там вам никто не может мешать. Пониму, вы поняли. Что? Пониму. Это замечательно, но иначе не мешает даже мне, потому что я очень не могу себя поделиться. Хорошо, первое предупреждение будет в последний следующий раз в глубину. Вот они вам расскажут, я раньше не сурово, а жаль нескольку. Итак, поиск глубиной в ширину всплыл не просто потому, что это способы обойти вершины графа, а еще и потому, что один из алгоритмов экологической сортировки это, собственно, модифицированный алгоритм обхода в глубину. Давайте посмотрим на это. давайте я сейчас изображу какой-нибудь граф подходящего бинарного отношения. Ну, давайте вот так. Не будем сейчас сильно его загроможать. Значит, прежде всего давайте убедимся, что этот граф действительно граф, ну, в данном случае мы не можем понять чистящего и рискового порядка, потому что я обещала петли не рисовать. Верно ли, что граф ориентированный и верно ли, что граф ациклический. Вы где-то цикл? Важный момент, если у нас граф ориентированный, то нас интересует не только реверное, чем реверное направление. Вот если бы я нарисовала соответствующий неориентированный то, конечно, вот этот вот треугольник был бы цикл. Здесь вот я могу пройти в одну сторону, вот в другую, а замкнуть не могу, соответственно, ориентирован по циклу. В разговоре я считаю, как это называю, по цикле, здесь нет, соответственно, топологическая сортировка работать будет. Топологическая сортировка, которая является модификацией поисков в глубину, устроена следующим образом. давайте выберем начальную вершину. Ну, у меня есть привычка рисовать начальную вершину в любую картинку, вообще-то это совершенно не обязательно, так что, если хотите, можно выключить другую. Давайте А. Давайте А. Значит, а дальше я начинаю крутить от вершины А поиск в любую картинку. Ну, понятно, я сначала упаду на вершину В, дальше у меня есть вариант, я могу упасть в С, могу упасть в В, совершенно все равно, выбирайте. Пусть будет С. Все. Дальше мне ики не будут. А вот здесь я поступлю следующим образом. Я возьму и сложу вершину С, угадайте, куда? Как такая штука называется? Он родимый. Возьму и стек слагу. С вершины С мне больше делать нечем, в том смысле, что падать не буду. Можно сказать, мы достигли на. Вернулись сюда, есть куда падать, продолжаем крутить отходную глубину. Упали в Д, дальше идти в Егнах, вершина Д, туда ее родима. Вершина Д отправилась в стек. Отступаем. в вершину Б теперь падать тоже нету, Вот таким оказался стек, построенный по этому брату. А теперь, собственно, задайте нумерацию в порядке извлечения элементов из стека. Получится вот такая вот нумерация. Соответственно, конкретно здесь ребра меня ведут из вершины с меньшим номером и вершина с большим. Что важно? Уже на этом примере очень хорошо видно, что линейный порядок, который я могу построить, он не единственный. Как минимум, я могла совершенно безнаказанно поменять вершину сей-дами. Так что линейный порядок согласованным с частичным определен не однозначно. Как получится. Вот. Ну, вопрос о том, как бы дефицитировать этот алгоритм, чтобы ребра вели не с меньшим аномером в большим, а наоборот, я вам оставлю в качестве микроскопического упражнения. это не очень интересно. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы по этому пункту? Так. Ну, коллеги, мне не очень хочется предлагать вам соответствующее упражнение отрабатывать вот на этом графе, потому что он довольно большой. Да, соответственно, для упражнения, которые нужно сделать быстро, чтобы разобраться, поняли, что происходит или нет, это не очень хорошо. Давайте я сейчас вам дорисую какой-нибудь графчик. Меру, обердите, и вы попробуете проделать это самостоятельно. так, Так, ну, пять вершин, наверное, еще не страшно, больше уже, наверное, и не стоит. Значит, еще раз напоминаю, что первое, что мы делаем, получая задачу на топологическую сортировку, если задача задана в терминах ленарного отношения, убеждается, что это частичный или строгий порядок. Если перед нами граф, убеждается, что он ориентированный и ацептический. Если нет, то постановка задачи топологической сортировки просто некорректна. Как насчет этого, красавца? Да, красавца сейчас лезется. Выходите. Я очень много, по-моему, я рекламу, мы сядем застряем. Вот такой вот я оставлю. Или вылипнуть и больше спортивных. Я думаю, что это можно стереть. Я как-то так сначала... Сначала тоже? Да, матрицу тоже стереть. Я как-то сначала, предполагаю, предложить вам упражняться на этом графе, но, пожалуй, много времени займет, причем экскенсивным образом. Так что, наверное, и не стоит. Но, например, это... Да. Итак, прежде всего, является ли граф ориентированным? Это, наверное, легко. Является ли граф ацептическим? Да. Да, вроде бы циклов ориентированных циклов здесь нет. Да? Вы не ошиблись. Хорошо. Ну, тогда выбирайте начальную вершину. А, да? Ну, вот так. Так, я шумок не пила от цветной марки. Вы, пожалуйста, не можете произвести. Так, ну, из А мы пойдем на первую идею, ну, в В. Значит, мы, собственно, выбираем цепочку и падаем в али, пока цепочка не заслужится. Падем. Цепка кладем. Опять-таки, строго говоря, рисовать этот стакан совершенно не обязательно. Ну, так вот. Вот, снова, да, я как-то так привыкла. Так что, можно это делать. И введите в виду, это не требование к формению, это, ну, такая опция, которую можно использовать. А, есть куда падать? Да, вершина В в этом смысле. С большим количеством потомков. Потом сразу вернемся. Да, главное не забудьте в правильном порядке. Выбрано в А, да, порядки записать. Здесь, опять-таки, сразу видно, что варианты будут много. Да, да. Значит, прежде чем вы начнете присваивать номер, обратите, пожалуйста, внимание, что в вершину В, например, можно было добраться из А сразу. И тогда линейный порядок получился бы другой, но от этого не менее линейный. Ну, или если мы пошли из В, не в целом, да? Да, да, здесь много вариантов. Даже вот на такой небольшой картине уже хорошо видно, насколько неоднозначный определенный порядок. Ну, давайте нумерацию. В, это двоечка, В, это двоечка, В, это троечка, В, это четверочка, С, пятерочка. Да, вот отличная нумерация, хорошо согласована с частичным порядком, вернее, частично перестрогим, да, поэтому граф непонятным порядком, который был, и с определением глобалоперческой сортировки. Хорошо, ну, если какие-то вопросы, значит, я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что это не единственный алгоритм глобалоперческой сортировки, есть и еще. Соответственно, у меня есть предложение на закрытый глобалоперческой сортировки, посмотреть, какие еще бывают англоритм глобалоперческой сортировки, и потом чуть-чуть в этом будет рассказать. Соответственно, ну, скажем, еще парочку обойдем, полный себе будет симпатичнее. Хорошо, хорошо. Значит, англогическая сортировка – это способ достроить частичный порядок до именина. Ну, да, времени осталось немного, но, значит, я как раз успею рассказать вам про транзитивное замыкание. А, собственно, в качестве ребреза я хотела поговорить про глубину и ширину, если потребуется, ну, вот, заодно поговорим. Значит, осталось рассказать вам про транзитивное замыкание бинарного отношения, ну, и на самом деле вообще немножко напомнить вам, что такое замыкание. Когда вам на анализе строили множество вещественных чисел, это должно было быть где-то в начале, может быть, даже в начале первого семестра, если я давно не помню, что там было, поэтому где-то в самом начале. Не помните, каким способом вам строили вещественные числа? Нет, какие-то вещественные сечения. Нет, какие-то вещественные сечения. Значит, эта конструкция обладает следующим недостатком. Это единственное место, где она встречается. Да, то есть она абсолютно корректно, она задает вещественные числа, с этим все хорошо, но у нее есть минус, который заключается в том, что это такая вещь в себе. Другой способ, опять-таки, естественный способ вызывать вещественные числа гораздо больше, но другой довольно приятный способ построить вещественные числа, это пополнение последовательности предела. Соответственно, ну, коль скоро вам рассказывали в других терминах, то на это сослаться я не смогу, как бы не хотелось, но зато я, наверное, смогу сослаться на ваше представление геометрии. Ну, будем считать, что это одна, наверное, только в одном случае границы пунктируемые, в другом сплошные. Не помните, что это означает? Когда вы обозначаете множество, ну, скажем, на плоскости, и границы могут быть пунктируемые, а мы будем сплошные. Больше либо равно, либо просто больше. Чуть-чуть, чуть-чуть. Больше либо равно, либо... Строгое и нестрогое неравенство. Совершенно верно. Включена граница или не включена граница. Так вот, можно сказать, что замыкание вот этого множества, черта сверху сейчас означает, замыкание может быть писали вот так. Это, ну, замыкание одного множества до другого, это добавить туда что-нибудь. Да, вот здесь, например, мы добавили границу. Если речь идет о вещественных числах, то можно добавить последовательности, пределы последовательности рациональных чисел определенного множества. Транзитивное замыкание, о котором мы сейчас будем говорить, устроено отчасти похоже. Мне не придется мучить вас применение пределов, хотя это возможно, но нет, не будет. Значит, давайте я просто дам определение. Итак, пусть у нас есть непустое множество R и есть бинарное отношение R на R. Не пустое, да. Почему не равно пустое множество? В смысле, не равно пустое множество? Ну, там, в этом смысле, вовляет. Итак, смотрите, как этим значком, как правило, обозначают пустое множество, ну, а множество не равно пустое множество? Пустое множество не равно пустое множество не равно пустое множество. Я выбираю обучивку писать. Транзитивное замыкание бинарного отношения R тогда и только тогда, когда S4 будет минимальным транзитивным бинарным. Бинарным отношением на M, минимальным транзитивным бинарным отношением на M, содержащим F. Сейчас объясню, что это значит. Мы будем называть бинарное отношение F с чертой на множестве M транзитивным замыканием бинарного отношения F, тогда и только тогда, когда F с чертой будет минимальным транзитивным бинарным отношением на M, содержащим F. Что означает, что одно бинарное отношение содержит другое? Это означает, что если перед нами есть пара элементов A и B из M, на которых наше F принимает значение единиц, то бинарное отношение F с чертой на этой паре тоже принимает значение единиц. То, что бинарное отношение F с чертой содержит бинарное отношение F, помните, мы говорили о том, что подможество для каждого квадрата можно графически дать значение единиц. Означает, что если F выдаёт значение 1, то и F с чертой тоже выдаёт значение 1. Ну, а то, что оно минимальное, означает, грубо говоря, что нам придётся добавить минимально возможное количество единичек в смысле значения. Замечу, что, вообще говоря, замыкание может быть не только трензитивное, можно замыкать в каком-нибудь другом свойстве. Например, по рефлексивности можно построить рефлексивное и даже трензитивное рефлексивное замыкание. Можете попробовать придумать, как будет звучать соответствующее определение, но нас сейчас интересует именно трензитивное замыкание. Хорошо. Давайте сначала попробуем привести минимальный пример. Что? Что? Какое педагогное отношение зададим? То, что вы сейчас говорите, это способ сделать из натуральной чиселку Абельеву группу по сложению. В каком-то смысле это замыкание. Это замыкание относительно операции сложения. Но здесь немножко другая задача. Хотя да, замыкание здесь в том же самом смысле. Обеспечить выполнение данных. Итак, давайте начнем с простого. Вот у меня есть такое бинарное отношение. Бинарное отношение на множестве из двух чисел. Соответственно, f от Абер равно единица, f от Абер равно нулю. Как вы думаете? Как будет выглядеть прензитивное замыкание вот этого бинарного отношения? Значит, m у меня состоит из двух элементов, f от Абер – это единичка, остальные – нули. Ну вот я уже стерла так с доски определение примитивности, но вы его все равно вспомните. Если у нас есть тройка такая, что это Абер равно единица, f от Абер равно единица. То сама импликация истинная. Как так? Соответственно, вообще-то это отношение получается уже прензитивным. Как так? Тройки разных просто нет. Взять две одинаковых не смогу, потому что нет петельных. Вот взять две одинаковые не смогу по той же причине. Соответственно, во всех инпликациях для произвольной тройки у меня левая часть будет нулевая, значит, сама инпликация истинная. То есть это отношение трензитивное. Уже. Как будет выглядеть трензитивное замыкание трензитивного отношения? Чуть-чуть лучше. Просто А. В смысле А, Д, Р, Ш, А. Хорошо. Давайте еще раз посмотрим вот сюда. Трензитивное замыкание – это тоже бинарное отношение на том же множестве, которое обладает двумя свойствами. Во-первых, все единички, которые были, остались на месте. Они никуда не исчезают. А во-вторых, мы добавляем минимально возможное количество единичек, ну или, если хотите, минимально возможное количество ребер. Так, чтобы отношение стало трензитивным. Проснулся, ответил, уснул. Ну, ответил правильно, поэтому зачем? Действительно, трензитивное замыкание трензитивного отношения – это оно само. Да, что там замыкать? Оно уже трензитивное. Ну, представьте себе, что вам на идеале помогает повысить на самом деле отлично. Ничего не получается. В нашей питьеварной системе уже просто некуда. Итак, трензитивное замыкание трензитивного отношения – это оно само. Трензитивное замыкание трензитивного отношения. Трензитивно. Так. Давайте теперь такое. Теперь у меня множество N состоит из трех элементов. F от AB и F от BC в динамичках, там будет выглядеть трензитивное замыкание вот этой конструкции. Чего не хватает? Ни какой минимальную штуку нужно добавить, ему будет несколько штуков, чтобы отношение стало трензитивным. Требро из овце. Ребро из овце. Это как раз в чистом виде определения трензитивности. Причем такое. Прочем в простом варианте, когда есть все нужно и нет ничего лишнего. Хорошо. А теперь давайте вот так. А теперь давайте вот так. Теперь у меня ребро AB неориентированное, а ребро ВЦ ориентированное. Что нужно добавить? Так. Неориентированное. Так. Чуть-чуть пополчим. Что можно добавить? Неориентированное ВЦ. Неориентированное ВЦ? Обоснуйте. Если она будет ориентированной, то она будет не мерзвешиваться. Что мешает? Начинается. Первое место, где у нас есть соответствующая тройка, это вот эта последовательность. Есть BA и есть AC. Соответственно, чтобы на этой тройке обеспечить трозитивность, вроде бы достаточно дорисовать вот этот ребро. Правда? Где у нас есть еще тройки? Ну, а AC, CB. Вот, пожалуйста, есть третье ребро. Есть CB, BA. Чего не хватает? Вот тут трозитивность нарушается. Посмотрите. Значит, я пошла из CB, из CB, из BA. Чтобы была трозитивность, я должна иметь такой ребро. Из CB, а у меня такого ребро пока нет. Правда? Есть только ребро из ОВЦ. Ну, давайте я сделаю вот так. Просто добавлю вторую ориентацию. Это совершенно стандартное соглашение, что вместо того, чтобы рисовать два ребра с противоположными ориентациями, рисую просто одну дугу направленную. Так. Ну, и вот здесь уже понятно, никуда не денешься. То есть, поскольку эта пара теперь позволяет мне пройти и туда, и сюда, то я вынуждена добавить вторую ориентацию и здесь тоже. Ну, с одной стороны, все здорово. В том смысле, что намного страшно, что с трех элементов мы его разобрались. С другой стороны, понятное дело, что все равно, что это не делать. Так, у нас между тем получилось время. Хорошо. Значит, коллеги, тогда про алгоритм построения кредитического замыкания я рассказываю в следующий раз. И мы, наконец-то, переключаемся на граффи. В качестве домашнего задания я вас попрошу сделать следующее. Приконяйте, пожалуйста, на антологическую сертифику. Тот пример, который мы разбирали сегодня. Большой, ну, пигаметр примера из тех, что мы с вами разбираем. Там у вас что-то заварилось? Попробуйте выбрать из них тела, которые прилимутся. Ну, да, и прилимутся. Отлично. Так, кто был у доски? Подойдите ко мне, пожалуйста, я вас показываю еще в слой беру. Да, потому что в шестом, конечно, в шестом, в шестом, в шестом, в шестом, в шестом. Да, потому что в шестом, в шестом, в шестом, в шестом, в шестом. Продолжение следует. Продолжение следует.